Денис, приветствую тебя! Привет! Эфир, наш с тобой технический и фундаментальный анализ. Стараемся разобраться в том, что на рынках происходит в моменте, дать рекомендации, помочь с выбором какого-то инструмента и вообще возможностей, которые на площадках есть. Мы с тобой в прошлый раз вскользь затронули тему GameStop, именно того безумного ралли, которое там разразилось некоторое время назад. Сейчас такой же идет на спад, по-моему, сегодня. Ну, если говорить за динамику последнего дня, там больше 30% капитализации компании просела. Ты, Денис, поучаствовал в этом хайповом трейдерском сообществе на Reddit? Присоединился ли ты к этому ралли? В курсе ли ты тех инструментов, которые могут быть выбором этой банды дальше в плане пампов, дампов? Да, присоединялся, но, единственное, не в первый день, потому что я очень, честно, ну так, скажем, негативно отношусь к подобным телодвижениям. Еще присоединялся не только GameStop, но еще и SNDL. Это синдикат Cannabis, в общем, знаешь, SNDL-тикер. Там тоже от 0.6 до 1 немножко прокатился, свой кусок прибыли забрал, там чуть больше 50%. В принципе, да, неплохо. Но, честно, я не люблю подобные вещи. Они очень, как бы, нервные. И, как правило, у них памп начинается еще либо с постмаркета, либо вообще с премаркета. И нормально по адекватным ценам очень тяжело купить. То есть разгон, как бы, происходит даже не в саму торговую сессию. В торговую сессию это уже идет, как бы, постэффект. То есть влитые объемы уже заранее, как правило, происходят. Это, в основном, американцы вливают. Сейчас еще азиаты к этому движению подключились. Ну, благо, пока что они переключились на крипторынок. И там разные монеты разгоняют. Там Dogecoin разгоняли. Еще там парочку. Ripple, вот, звезда вчерашнего роста и падения. Вот-вот. Сегодня, кстати. Но единственное, что, если честно, немножко стрёмно. Это прозвучало несколько в Reddit сообщений о том, что хотели разогнать индекс страха WIX. Вот эта вот штука уже крайне опасная будет. Но, вроде как, от этой затеи отказались, потому что иначе это может вызвать, ну, действительно, отток денег из акции. Инвесторы частично перейдут в кэш, и, как следствие, серьезная коррекция на фонде. Ну, как я понял, что, вроде как, затея такая была. Но потом решили отказаться, потому что поняли, что потом просто их возненавидят все после этого. И сейчас переключились вот на рынок серебра. Ожидается рост акций SLV. Ну, и, в принципе, любых других. И ETF на серебро, и также компаний, которые так или иначе с этим связаны. Поэтому сейчас, как бы, такое очень любопытное время, на самом деле, наступило, когда уже фундамент компании даже, как такого почти значения не имеет. Я даже смотрю по теме IPO, которые выходят, да, там, где, в принципе, компании ничего практически не стоит, сидит в долгах, но при этом акции стреляют на 100% и больше. Ну, это, как бы, парадокс такого. В принципе, в теории не должно быть, но, тем не менее. То есть, рынок по-прежнему жадный. Капитализацию, которую смогли привлечь за январь месяц, она уже составляет 20% от всего 2020 года. В 2020 году был рекорд. То есть, ну, сейчас просто вот эти дармовые вертолетные деньги напечатаны. Их просто вот запихивают в каждые дыры, в каждый нишек, где только можно. Посмотрим, во что это выльется, конечно, со временем. Слушай, ты знаешь, я положительно отношусь к тем возможностям, которые появляются на рынке, особенно с учетом той динамики, которую показывают такого рода движения. Ну, конечно же, круто, но это прекрасная история успеха, когда ты член какого-то сообщества, где там бросают клич, вы начинаете разгонять бумагу, и ты фактически видишь в моменте, как растут и пухнут твои депозиты. Это круто, именно с точки зрения того, как эти возможности используются. Ну, в целом, я довольно негативно отношусь к этому теме, потому что все-таки мы стараемся относиться к финансовым рынкам, и мы пришли на них не для того, чтобы заниматься игрой в казино, а для того, чтобы оценивать фундаментальные факторы, возможности читать отчетность компании, понимать, насколько она эффективна в своей индустрии, насколько она эффективна там по модели, стратегии, тактике развития. И когда появляются вот такие истории, то есть ты правильно отметил, что довольно распространенная тема, когда компания ничего из себя не представляет в целом, ее котировки задирают до каких-то космических уровней. Я вот к этому отношусь, конечно же, плохо. Я очень рассчитываю, надеюсь, то, что все-таки на финансовых рынках после этого хаоса воцарится порядок, и, соответственно, после ковидной темы мы вернемся к какой-то привычной практике понимания того, что на них происходит. Фондовый рынок, возможно, покажет какую-то коррекцию, но, думаю, не сейчас. Правильно ты отметил, что вертолетные деньги – это очень серьезный катализатор, который, к сожалению, пока не дает никому успокоиться, и ожидание притока этих денег, напротив, даже сейчас, если пару слов про фондовый рынок США, он снова растет, все индексы снова в одном шаге от исторических максимумов. Мы с тобой в прошлый раз комментировали ситуацию, то, что у рынка очень хороших потенциалов выйти на новые хаи, и, наверное, этот потенциал какое-то время еще будет держаться. Ну ладно, давай тогда оставим эту спекулятивную тему, игру трейдеров, группировку, организацию. Трейдерская ОПГ. Да-да-да, точно верно подмечено. И к насущным нашим инструментам, за которыми мы следим, и пока их не касаются, вот эти спекулятивно настроенные трейдеры, там все происходит более-менее прогнозируемо, ну на долгосроку уж, а тем более. Начнем, ну давай с индекса доллара, потому что мы традиционно его с тобой разбираем. К демонстрации ГАНа сейчас перейду. Сейчас индекс доллара находится на отметке 90.80, и если сравнить и попробовать набросить на движение последних дней, когда мы с тобой не виделись, сопоставить с новостным фоном, то, конечно же, сейчас все обсуждают и все вертится вокруг того, как Конгресс рассматривает вопрос о новых фискальных стимулах. То есть все мы знаем эту избитую тему о том, что деньги должны быть предоставлены, суммы бешеные, серьезный пакет ликвидности, демократы за, республиканцы против, вроде бы как после президентских выборов, и республиканцы уже не должны были оставаться какой-то силой, которая препятствует прохождению экономических стимулов. Ну вот, сопротивляются. Обсуждают необходимость снижения этого пакета стимулов с 2 триллионов до 600 миллиардов, и вот как только эта новость на рынке появилась буквально ранее, это и привело к росту американского доллара, потому что все рассчитывали на то, что фонд экономической помощи будет более значительным. Я советую все-таки не рассматривать текущее восстановление доллара как, с словом, той долгосрочной нисходящей тенденции, которая была. И если в целом характеризовать это движение, оно больше похоже на какой-то технический откат, как реакция на локальные новости, но реальные события, они еще впереди, когда все-таки демократы, я почти, Денис, не сомневаюсь в том, что демократы все-таки смогут протащить пакет на 2 триллиона долларов, тем более, что, судя по вчерашним заявлениям Байдена, он ищет возможность, рассматривает возможность принятия этого пакета без поддержки республиканцев. Мне, правда, будет интересно посмотреть, как он это сделает, но мы привыкли к тому, что в последнее время рынок – это рынок таких событий, прецедентов, которые случаются впервые. Мы с ними работаем, к ним подстраиваемся под них и строим уже наши идеи, исходя из этого новостного фона. Поэтому по доллару я не рекомендую ни в коем случае разворачиваться напротив снижения. Оно локальное сейчас, 4-часовой таймфрейм, вот уже несколько свечей у нас не бычьего цвета, скажем так, и очень рассчитываю на то, что в ближайшие 2 недели конкретика по экономическим стимулам приведет к тому, что доллар вернется к значению 90, там 20, наконец-таки пробьет эту поддержку и пойдет уже ниже. Сегодня можно посмотреть на золото. Ранее я ориентировал тех, кто следит вместе с нами за этим инструментом на линию восходящего тренда, которая отрабатывается уже больше месяца, сейчас в котировке 1850, и я считаю, что очень оптимальная точка сейчас для перезахода в ланги с целями выше отметки 1900. Ну, в принципе, здесь как бы даже фоном новостным подкреплять эту идею не очень-то хочется, потому что все завязано именно на том, что только что обсудил, касательно доллара, на ожиданиях экономических стимулов и их влияние на показатели инфляции и том, что будет с рынком драгоценных металлов. Вот по серебру ты правильно подметил, что, может быть, это следующая цель для этого трейдерского сообщества. Кстати, вчера мы видели по серебру обновление максимумов с 2013 года, и все уже прогнозируют, что серебро подорожает до 50 долларов. Не сразу, конечно же, там, может быть, в рамках 2021 года и обновить даже исторические максимумы. Может быть, в этом есть какая-то логика, тем более, что по серебру сейчас, если говорить в целом, по-моему, даже есть очевидные проблемы с именно физическим металлом, потому что его практически уже не осталось. Все, что мы видим, это спекуляции. Рынок нефти очень хорошо растет. В целом, так, 56,86 котировки в моменте. Я думаю, что рост будет продолжен с целями, там, 58, 59. И я смотрю на бренд. Если хочешь, прокомментируешь нефтянку, ты обычно говоришь про WTI, вот как раз мы с тобой охватываем весь сектор. Рост основан именно на последнем докладе ОПЕК о том, что они на 100% выполнили свои обязательства по сокращению нефтедобычи. Мы видим то, что страны действительно реагируют на падение спроса с сокращением предложений. Это и Саудовская Аравия с вчерашнего дня обязана снизить производство на 1 миллион. То же самое сделают, я думаю, что и другие участники энергетического пакта. Штаты тоже снизили добычу на 100 тысяч баррелей. Новый обновленный доклад уже выйдет в эту среду. Посмотрим, сколько нефти добывало США на прошлой неделе. Пока все к тому, что реагируют на падение спроса с синхронным сокращением предложений. Это позитивный момент. Я думаю, что в целом к нефти еще нужно относиться, как и к другим рисковым инструментам с позиции роста. Раз уж делается ставка на снижение курса доллара, считайте, что нефть – это еще один инструмент, который от этого выиграет. Пока рекомендую работать по тренду. Он очевидный, выраженный и предсказуемый. Денис, слово тебе. Слово взял, пока сделан. Итак, касательно индекса доллара, я с тобой согласен, что в целом нисходящее движение у нас продолжится, причем с огромной вероятностью. Как следствие, и фондовые рынки, конечно, обновляют максимум. Единственное, только у меня есть сомнения, что это будет с текущих уровней. Дело в том, что здесь есть вероятность, на самом деле, более глубокой коррекции в район приблизительно 91,70-92, вот в этот диапазон, потому что я так чисто технически навскидку прикинул, что у нас очень неплохо выглядит здесь канал направленный вверх, и при этом есть еще вот такой вот тоже нисходящий. И, в принципе, где-то вот здесь, в районе 91,80 примерно, здесь происходит их совместное пересечение. И очень часто такие диапазоны, они очень неплохо становятся для отскока, то есть некими сопротивлениями, зонами. Поэтому я думаю, что локально еще могут добить по баксу вверх, оно здесь вполне логично выглядит. А потом, да, действительно, на обновление минимумов уже в район 89 и ниже, там где-то, не помню, какой это год, то ли 13-го года, это экстремумы. В общем, на обновление давних, давнешних, так сказать. Вот они, а, вот они. А, это 18-й, тут у меня даже котировок не хватает, там были еще более старые экстремумы, или 8-9 год, что-то такое еще было. Ты имеешь в виду исторический минимум по индексу доллара? Да, да, конечно. Да, он в районе 70 с копейками даже. Вот, там вот даже есть, да, просто не помню, какой точно, то я потом посмотрю. Ну, сейчас пока, насколько хватает, то 88, я считаю, в этом году мы с огромнейшей просто вероятностью все-таки их потестируем. Вот, единственное, что немножко позже. Вот, ну, это, скорее всего, ближе к марту, потому что, как ты знаешь, закон его с помощью экономики его то отсрочили, то хотят сократить теперь, то решили, что вообще и без него прекрасно справятся. Ну, в общем, ладно, пока они там будут решать, мы будем торговать. В общем, я пока вижу вот такой вариант. Касательно золота, тут у меня, в принципе, мне не менялось нашего прошлого с тобой обзора, потому что по золоту движение вверх, я считаю, все равно является приоритетным, покупки я держу. Цена снова вернулась в зону поддержки, то есть формируется такое длительное накопление. Как правило, если такое накопление формируется, то в случае, скажем, если это будет прострел вверх, то тут даже ближайшая зона, она не остановит движение, то есть это тогда будет движение еще более высокое. Ну, пока что, во всяком случае, канал, конечно, здесь еще так немножко рановатенько очертить, но, тем не менее, такую как трендовую поддержку здесь сделать можно, и как раз вот по ней движется. Поэтому, если сможет все-таки устоять, то тогда приоритетное движение вверх. Это пусть даже не совсем, возможно, логично выглядит относительно индекса доллара, но здесь уже немножко другой момент, связанный со спекуляциями опять-таки ребят из ВСБ, реддита касательно серебра, потому что если серебро они потянут дальше вверх, следовательно, за ним потянутся и золото, и никель, и медь, то есть все металлы, которые есть, а потом впоследствии еще и сырье, тоже потянется следом. Поэтому серебро в данном случае может сработать как триггер и остальные, то есть такой как локомотив, а остальные уже вагончиками за ним пойдут. Поэтому с учетом этого фактора я все-таки выставляю приоритет по золоту на рост, даже с учетом того, что бакс тоже локально будет расти. То есть я считаю, что они могут сонаправленно двигаться. И касательно нефти, здесь я полностью разделяю твое мнение, я считаю, и для своих тоже подписчиков еще вчера утром показывал, что здесь исключительно лонговая тенденция на перехай, данный перехай уже состоялся, но затем ожидаю еще более-менее значимую коррекцию в районе где-то 55, возможно, чуть выше. Дело в том, что здесь, если посмотреть по верхним границам рынка, то у нас и недельная, и месячная граница идеально попадает в маржинальную зону вот сюда 56,20-56,70, то есть в этот диапазон и является достаточно такой сильной областью, откуда скинут цену, то есть на коррекцию вниз, вот в область как раз проторгованных объемов, это вот он диапазон, там где-то раз, два, три, четыре ключевых недельных профиля как раз сюда попадает, поэтому могут, в принципе, тут надо было вот этот момент чуть-чуть учесть, вот, могут повыше тоже закинуть, туда 56,5, а затем уже мощно продать его вниз. То есть, как на случай, вот эти вот границы, они уже достаточно долго ждут подхода цены к ним. Вот, так что, собственно, вот такой анализ получается, то есть нефть на добой вверх, золото, считаю, все-таки пока приоритет наверх, хотя не исключая каких-то манипуляций еще здесь внутри, может, там шипы, выбросы вниз будут или еще что-нибудь, ну и, собственно, индекс бакса вот пока локально добивает, а потом в полноценный длительный разворот вниз. Понял, Денис, спасибо тебе за комментарии, за точку зрения, следим традиционно, увидимся, следующий февр у нас с тобой будет в четверг, посмотрим, где там будет доллар тебе, классных торговых сессий, давай посмотрим за тем, как будут действовать трейдеры Реддита, может быть, серебро к следующему эфиру, где-нибудь уже в районе 35 будем наблюдать. Полновозможно. И я думаю, что в следующий раз будет уместно рассмотреть фондовый рынок, особенно вот в контексте того, что я отметил в начале, мы, как и отмечали с тобой, реально снова очередные перехаи, исторические максимумы, тоже, может быть, к четвергу увидим поближе к этим хаям. Спасибо тебе, Денис, и до скорой встречи. Пока. Отлично, спасибо, отличной тебе недели и до четверга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok